Издательство 1С Паблишен и агентство Фронтлайн Креатив представляют Антон Чиж Тайные полномочия Точку на карте Визенбергского уезда Эстлянской губернии с названием Табс и вспоминать не стоило, если бы не забавное обстоятельство. Городок именовался в точности как знаменитое селение к югу от Карфагена, у которого Цезарь в пух и прах разгромил Помпея, воюя за сердце царицы Клеопатры. К счастью, студенные ветры истории местных жителей обошли стороной. Городок вел мирную жизнь за штатной провинцией бескрайней империи. Жители возделывали сады и огороды, ложились рано и вставали засветло, раскормленные свиньи бродили, где им вздумается, телеги с сеном и картошкой встречались куда чаще приходского пастора и школьного учителя, а местные коровы славились жирностью молока. Такой, что сливки сами вставали густой шапкой над горлышком крынки. Жизнь в городке текла неторопливо и размеренно, как местное пиво. Дел у уездного полицейского службы исправника было немного, разве что разнять на праздник не в меру горячих истлянских парней. От такой службы исправник толстел, краснел и рисковал не влезть в форменный кафтан. Покой городка нарушали лишь свистки паровозов, прибывавших и отправлявшихся по расписанию. ТАПС был узловой станцией Балтийской железной дороги, через которую столичные поезда следовали или в Ригу, или в Дербт. Станционный дом, сложенный из красного кирпича, был не больше дровяного сарая, но при нем имелась водокачка с поворотным рукавом и угольный тендер, чтобы пополнять запасы воды и топлива для паровозов. Кроме стола начальника станции, в тесное помещение поместились столы телеграфиста и жандармского надзирателя. Для пассажиров, какие могли сюда заглянуть, места не осталось, так что лавку для них выставили на перроне, то есть на утоптанной полоске земли около рельсов. Пассажиры на станции были редкими гостями. Местные жители передвигались все больше на телегах, а поезда проскакивали мимо, обдавая клубами пара и оглушая ревом свистка. Только раз в день состав останавливался на пару минут. С подножек соскакивали чистые господа, брезгливо осматривали станцию, возмущались отсутствием буфета, выкуривали папироски и бросали окурки прямо на пути, что сильно огорчало начальника станции Рюйтеля, обожавшего порядок во всем. Откровенно говоря, станция нужна была для того, чтобы обслуживать железнодорожную стрелку. Командовал стрелкой, то есть несколько раз за сутки дергал поворотный рычаг вперед и назад, стрелочник Рееде. В городке он был знаменит тем, что мог заснуть в любом месте и в любое время суток. Стоило Рееде присесть в тихом уголке, как он тут же погружался в сладкую дрему. Начальнику станции Рюйтелю приходилось неусыпно следить, чтобы стрелочник не проспал прибытие поезда и направляющиеся в Дерпт не оказались в Риге. Рюйтель пинал Рееде в бок и прочие места до тех пор, пока тот окончательно не продирал глаза. Такого Соню на любой другой станции рассчитали бы в два счета, тем более, что ему перевалило за 60. Но Рюйтель от чего-то не выгонял ленивого подчиненного. Стрелочника спасало от неминуемой пенсии то, что на станции, кроме него, других развлечений не было. Рееде спал при каждом удобном случае, а начальник Рюйтель нещадно будил его строго в соответствии с расписанием поездов. Сколько держался такой порядок, никто уже и не помнил, но держался он крепко. За час до полуночи, 15 марта 1896 года, Рееде спал с чистой совестью в станционном доме. Дневные поезда проследовали в нужном направлении, о чем позаботились начальник Рюйтель и его крепкий кулак, а ближайшие ожидались не ранее шести часов утра. Допив свежесваренный кофе, начальник Рюйтель взглянул на часы, которые отбивали каждые полчаса хриплым ударом маятника, сверился с карманным хронометром, носил его на толстенной цепочке, чтобы все в городе знали, какой он важный человек, и окончательно убедился, что делать на станции сегодня больше нечего. А тут еще Рееде принялся посапывать с поросячьим присвистом, отчего захотелось вылить на него графин воды. Начальник Рюйтель одарил стрелочника презрительным взглядом, от которого тот должен был растаять, как воск. Приятно потянулся всем телом и уже нацепил форменную фуражку, как ни с того ни с сего ожил телеграфный аппарат. Начальник Рюйтель уволил телеграфиста, чтобы добавлять к скромному жалованию лишнюю копейку, а потому сам подхватил бумажную ленточку, выползавшую из вертящегося колеса. Сообщение было кратким, строгим, требовавшим строжайшего исполнения и, что самое главное, срочным. В конце вылезла подпись, от которой начальника Рюйтеля бросило в пот. Депешу на заштатную станцию прислал сам директор Балтийской железной дороги. Это было столь невероятно, что начальник Рюйтель усомнился в своем знании русского языка и даже перепроверил по словарю. Словарь подтвердил, что смысл понят им верно. За исключением адресата в телеграмме не было ничего необыкновенного. Предписывалось направить состав, следовавший от станции Юрьев, к станции Везенберг. Поезд сверхрасписания был именован экстренным и двойным литерным, то есть наивысшей степени важности. Важнее мог быть только поезд, перевозивший императорскую фамилию. Пытаясь догадаться, что бы это значило, начальник Рюйтель взглянул на часы и уже испугался не на шутку. До подхода литерного оставалось три минуты, а стрелка все еще не была переведена. Реде получил такой удар, от которого не только проснулся, но вскочил сразу. Начальник Рюйтель крикнул ему «Бегом!» и сам побежал в ночь. Таким взволнованным Реде его никогда не видел. И хоть не привык он торопиться, что-то подсказало, что сейчас надо шевелиться без лишних вопросов. Стрелочник припустил, но нагнал начальника около стрелки. «Что случилось, господин Рюйтель?» спросил Реде, берясь за рычаг, который никак не поддавался начальнику. «Поездов нет до утра или уже утро? Неужели я столько проспал?» «Переводи на третий путь, Реде!» закричал Рюйтель, дергая рычаг изо всех сил. Стрелка, застрявшая в самый неподходящий момент, наконец скрипнула и сдвинула рельсы в нужную развилку. Схватив стрелочника за шиворот, начальник Рюйтель оттащил его в сторону и очень вовремя. Из тьмы в облаке пара вылетел стальной таран паровоза, как сказочное чудовище, вырвавшееся из векового плена и ревом оглашающее свое освобождение. За ним неслись вагоны. Было их всего два, и каждый горел таким ярким освещением, как будто внутри пылало светило. Последний, третий вагон пролетел черной тенью. Поезд шел на предельной скорости, не меньше пятидесяти километров в час, мелькнул стремительным призраком и прощальный гудок послал издалека. После него еще долго носился ветер и поднятый ссор. Начальник Рюйтель молчал. Молчал и стрелочник Рейды, которому даже расхотелось спать. Оба боялись шевельнуться, словно не могли оправиться от впечатления, которым наградил скромных служащих полуночный экспресс.